Благовестие Израилю и всему миру Баруха Шем, благословенное имя Господне! Спасибо, что вы с нами сегодня на программе «Узнавай еврейского Иисуса». Синтия, как ты знаешь, эта программа снималась в Израиле. Она посвящена посланию к колоссинам и молитвам апостола. Мы уже делились с нашими зрителями тем, что в этом году у нас была удивительная поездка. Целый месяц мы провели в иудейских кварталах старого города. Мы внимали тому, что говорил нам там Бог. Аминь. Это было прекрасное время. Мы на время оставили Америку со всей ее культурой, чтобы увидеть всю уникальность того, что Бог делает в Израиле. И в людях там. Дорогие, я думаю, что вы получите сегодня большое благословение. Откройте свои сердца. То, о чем я сегодня буду говорить, будет полезным для всей вашей жизни на земле. Да благословит вас Бог, и пусть сегодняшняя программа наполнит вас. Шалом! Баруха Шем, благословенное имя Господне. Это Равин Шнайдер из Иерусалима, за моей спиной, гора Сион. У меня есть чудесная возможность проповедовать сегодня отсюда. Мы разбираем послание к колоссинам, рассуждаем над молитвой Павла вместе с Тимофеем о святых в колоссах. Мне нравится, что Павел и Тимофей молятся за Божий народ, чтобы они приняли дух премудрости и откровения в познании воли Божьей, чтобы они могли ходить в разумении, и это произведет в них плод, и их хождение будет достойным их призвания. Откроем первую главу к колоссинам, начнем с девятого стиха, которым мы закончили в прошлый раз, и продвинемся немного вперед. «Трава засыхает, цвет увядает, а Слово Бога нашего пребудет вечно». А вот что пишут Павел и Тимофей. «Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном». В прошлый раз я посвятил этому целую проповедь. Если вы пропустили, вы сможете найти программу на Ютьюбе или на нашем сайте. В прошлый раз я закладывал основания, которые поможет понять то, о чем я буду говорить сегодня. Крайне важно, что Павел и Тимофей не молились только о своих нуждах. Он пишет святым в колоссе, что с тех пор, как он услышал о них, он непрестанно молится за них. И он начинает молиться с Тимофеем о том, чтобы они исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном. Павел молится, чтобы святые в колоссе могли ходить в сверхъестественном разумении воли Божией от Духа Святого, чтобы они были восприимчивы и принимали от Духа Святого божественную мудрость, и чтобы эта мудрость позволила им своим хождением прославлять Бога. Он пишет, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога. На этом я остановился в прошлый раз. Я хочу обратить внимание на то, что все, что мы слышим, это что Бог отвечает на наши молитвы, и поэтому мы должны открывать свои нужды перед Иисусом. Если вам грустно, обратитесь к Иисусу, и Он сделает вас счастливым. Нужна работа? Обратитесь к Иисусу, и Он даст вам работу. Нужен муж? Нужна жена? Нужен дом? Или еще что-то? Обратитесь к Иисусу, и Он даст вам счастье. Сделает вашу жизнь лучше и приложит все, что нужно. Но, к сожалению, мы не слышим другую часть истории, которая приносит истину и равновесие. Бог спасает нас не просто, чтобы наполнить нашу жизнь, но чтобы мы принесли Ему славу. Бог желает, чтобы наша жизнь отражала Его славу. Павел говорит, что молится о духовном разумении, чтобы они могли поступать достойно Бога. Поэтому я хочу бросить вам вызов. Я сделал это в прошлый раз, и сегодня хочу повторить. Я призываю вас задать себе вопрос. Поступаю ли я достойно Бога, который призвал меня? Мы постоянно должны задавать себе этот вопрос. Угодно ли Богу то, как я живу? Является ли моя жизнь добрым свидетельством? Дело не в том, что мы чувствуем, а в том, исполняем ли мы свое призвание. Поступаем ли мы достойно нашего призвания на земле? И дело не в том, чтобы мы питали свое плоть и удовлетворяли наше желание. Но мы должны поступать достойно Бога. Писание говорит о красоте святости. Святость красива, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Слово «святость» — это еврейское слово «кадош». Оно имеет значение «отделение». Если Павел молится, чтобы мы ходили достойно Господа, это означает, что мы должны иметь святой, благочестивый образ жизни. То есть жить, отделяя себя от этого мира. Имя Иисуса всегда должно быть на наших устах. И мы должны распространять благоухание о Нем. Благоухание Иисуса окружающему нас миру. Не только людям в церкви, но и всему миру вокруг нас. Куда бы мы ни шли, на наших устах всегда должно быть прекрасное имя Иисуса. Мы должны при всех говорить об Иисусе. Мы не должны скрывать свою любовь к Нему. Мы должны при всех Его прославлять. Ну, разумеется, найдутся те, кто будут насмехаться. Ведь Иисус сказал, «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня». Так гнали и пророков, бывших прежде вас. «Горе вам, если все говорят о вас только хорошо». Так происходит со лже-пророками. Павел говорит, «Я хочу, чтобы вы были полны премудрости и духовного разумения. Чтобы поступали достойно призвания вашего». То есть, исполнили Божью цель для вашей жизни на этой земле. «Одна из целей вашей жизни, чтобы вы были Его свидетелем на этой земле». Павел говорит, что мы посланники Бога этому миру, которые призваны примирить этот мир с Богом. Мы должны всячески убеждать людей примириться с Богом во Христе. Не избегайте того, чтобы говорить о Нем. Не бойтесь, что люди вас за это отвергнут. Иисус сказал, «Кто отречется от Меня перед людьми, того я отрекусь перед Отцом. Чтобы ходить достойно Господа, мы должны платить цену. Есть цена следования за Иисусом Христом». Иисус сказал, «Отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за Мною». Павел также желает, чтобы мы ходили в силе, имели духовное откровение и божественное разумение, дабы нам ходить достойно Господа. Честь этого состоит в том, чтобы быть свидетелем Божиим на этой земле. Многие из нас хотят пережить Духа Святого, пережить прикосновение Руаха Кадаш. Но если мы хотим пережить полноту Божьего Духа, мы должны платить цену, то есть ставить Иисуса на первое место и не отрекаться от Него перед этим миром. Павел говорит, чтобы мы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, чтобы угодить Богу, нужно быть смелым, нужно быть Его свидетелем. Иисус сказал, «Вскоре вы примите силу и станете Мне свидетелями. Благовествуйте в Своем доме и даже до краев этой земли». Пастор, это Винни. Винни, она родилась глухонемой. Родилась глухонемой. Ей 15 лет. 15 лет? Но после молитвы, сегодня после молитвы, ее уши открылись. Ты слышишь? Она слышит. Ты слышишь? Да, она слышит. Мы проверили ее слух. Она прекрасно все слышит и даже пытается повторить то, что вы говорите. Она говорит. Посмотрите, вот ее сосед. А, ее сосед. Давай-ка иди сюда. Винни не слышала и не говорила. Сегодня она слышит. Ты можешь что-нибудь сказать? Да? Скажи «да». Еще раз. Да. 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 Возможно, Господь ведет вас поддержать служение Равина Шнайдера по всему миру. Он учит пасторов и лидеров, проповедует Евангелие толпам людей в Африке, Америке и на Карибах, служит избранному народу Божьему в Израиле. Телевизионное служение, узнавая еврейского Иисуса, достигает людей для Христа. С вашей поддержкой благую весть услышат те, кто не смог бы ее услышать, если бы вы не поддержали служение Равина. Зайдите на наш сайт или позвоните нам по телефону на экране, чтобы стать партнером в служении Равина, созидая веру святых и изменяя жизни людей по всему миру. Мы продолжаем. Иешуа пришел в Иерусалим, чтобы его распяли. Кто его распял? Фарисеи того времени. Они имели вид благочестия, но отреклись от его силы. Они не могли делать таких чудес, как Иисус. Иисус исцелял хромых и слепых. Они начинали ходить и видеть. Даже Иосиф Флавий, иудейский историк, который не верил в Иисуса, как Мессию, говорил. Был человек по имени Иешуа из Назарета. Его обвинили в том, что он щародей. Никто не мог отрицать его сверхъестественную силу, потому что чудеса сопровождали его. Поэтому христианство — наибольшая религия в мире. Никто не может отрицать тот факт, что на землю Израиля Бог излил от Духа Своего. И это распространилось по всему миру. Нам с вами дана привилегия принести его послание в этот мир. Поэтому Иисус сказал, «Дела, которые я творю, и вы будете творить, и больше сих». Что это за большие дела? Мы говорим этому миру, что Иисус исполнил Тору, и мы несем это послание всему миру. Я хочу призвать вас сегодня, тех, кто жаждет Бога и желает принять больше Его сил, кто стремится иметь более близкие отношения с Духом Святым, вы должны быть готовы платить цену. Иисус сказал, «Кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником». Иисус сказал, «Как послал Меня Отец, так Я ныне посылаю вас. Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа. Делайте учеников повсюду. Сегодня Я хочу призвать вас. Яшуа из Назарета. Яшуа Хамашиах скоро грядет. Готовы ли вы ко встрече с Ним? Многие говорят, что готовы, но, как говорится в притча о десяти девах, все десять ожидали Его возвращения. Но, когда Он пришел, только пятеро из них имели масло в своих светильниках. Только пять из них горели для Бога, и в их жизни действовал Дух Святой Руах Акадыш. Только пять дев были в действии, остальные пять просто спали. И я спрашиваю вас, вы сейчас спите, или идете туда, куда призывал вас Иисус? Иисус же сказал им, «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Каждый может сказать другому человеку об Иисусе. Мы продолжаем смотреть Слово. «Во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Он говорит, «Я хочу, чтобы вы приносили плод во всяком деле благом и возрастали в познании Бога». Мне нравится Слово «возрастали». И Иешуа сказал, что Он пришел, дабы дать жизнь и жизнь с избытком. Когда я размышляю о том, что означает «это жизнь с избытком», Иешуа сказал, «Я пришел, чтобы дать вам жизнь с избытком». Одна из характеристик жизни с избытком — постоянное возрастание. Это постоянный рост, это когда Дух Святой бурлит внутри нас и высвобождает все больше и больше Бога, потому что Бог безграничен. Павел молится, чтобы они возрастали в полноту Божию. Он говорит, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Павел призывает приносить плод во всяком благом деле. Одно из главных благих дел, в которых мы можем возрастать, это наша любовь к людям. Мы должны напоминать себе, что любовь — это не просто чувство. На самом деле, любить означает порой делать противоположное тому, что вы сейчас ощущаете. Вы помните, что прежде чем пойти на крест, Иисус отправился в Гефсиманский сад, чтобы молиться. Он молился отче. «Если возможно, доминует меня чаша сия, но не моя воля, но твоя да будет». Иешуа не хотел идти на крест. Он говорил, «Если возможно, я не хочу проходить через это, а если невозможно, то не моя воля, но твоя, отче да будет». Иешуа посвятил себя любви к людям. И это посвящение любви не зависело от его чувств, но основывалось на его решении, его верности, исполнению воли Отца. И когда Павел молится о том, чтобы мы возрастали во всяком деле благом, то один из путей, в которых мы должны возрастать, это возрастать в любви. Писание ведь говорит, «но любовь из них больше. Вас узнают по любви между вами. Мы должны подталкивать себя, быть более жертвенными и любить людей больше». Зачастую это означает то, что мы не хотим чего-то делать, но так будет правильно. К примеру, Дух Святой побуждает нас связаться с кем-то, позвонить кому-то. Может, этот человек пережил операцию, и нам нужно позвонить ему или ей, помолиться, оказать поддержку и заботу. Но в этот момент мы устали, и нам неохота. К тому же мы не чувствуем, что у нас есть, что дать этому человеку. Не думаем, что у нас хорошее духовное состояние в данный момент. Но мы все равно должны позвонить этому человеку, потому что мы посвятили себя тому, чтобы исполнять волю Божию и любить людей. Мы делаем это не из-за того, что мы сейчас так чувствуем, но потому что мы посвятили себя добрым делам. Иисус сказал, что даже стакан воды, данный во имя Его, не будет забыт. Я заметил, и это заметите вы, дорогие друзья, что если вы послушны Богу, и вы звоните этому человеку, которого Дух Святой положил в ваше сердце, чтобы вы проявили заботу и помолились о нем, вы звоните этому человеку. И хотя вы думали, вам нечего ему или ей дать, Дух Святой вкладывает в ваши уста нужные слова. Из вас течет река живой воды. Вы молитесь и вдохновляете этого человека. И человек остается воодушевленным и благословленным после вашего звонка и молитвы. И когда вы кладете трубку, вы чувствуете в своей душе сладкое прикосновение Духа. И ваш разум и мысли обновлены. Ведь вы исполнили волю Божию. Поэтому я призываю вас, Церковь Божия, возрастать в познании Господа и распространять наши границы, возрастая в любви, ходя в святости. И по мере этого мы будем все более совершенными в Иисусе. Я хочу более детально говорить о той концепции, которую я упомянул в проповеди. Дорогая, помнишь, это место совершенное, любовь изгоняет страх. На самом деле, если мы ходим в любви, то мы ходим в победе. Но правда в том, что люди сталкиваются с огромным сопротивлением, когда пытаются ходить в этой любви. Потому что враг не хочет допустить, чтобы окружающий нас мир был полон любовью. Любить людей не означает любить лишь тех, кто вам нравится. Да, это так. Иисус сказал, «Если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают им мытари?» Он призывает нас проявлять любовь сверхъестественным образом. Даже в моменты, когда мы хотим отреагировать негативно, когда по плоти, меньше всего на свете, мы хотели бы проявить к этому человеку любовь. Именно в этот момент мы должны действовать в силе Духа Святого и любить, несмотря ни на что. Когда ты говорил, «Я увидела образ Иисуса на кресте». Это жертва любви. Это не было легко. Это было мучительно. Когда он молился, с его лба капала кровь. Ведь он знал, через что ему предстоит пройти. Он призывает нас так любить. И сейчас, когда мы приняли Божью любовь, сверхъестественную, безусловную любовь, он призывает нас распять свою плоть и любить даже тех, кого любить, казалось бы, невозможно. Я хочу снова сделать ударение на том, что любовь — это не чувство. Если вы не чувствуете любви к кому-то, это не означает, что вы не можете любить этого человека. Любовь — это не всегда чувство. Как ты, Синтия, уже упомянула, перед тем, как пойти на крест, Иешуа молился, «Отче, если возможно, пусть меня минует чаши сия». Он не чувствовал, не имел желания идти на крест, но он сказал, «Ну не моя воля, но твоя да будет». Он поднялся над своими чувствами, чтобы осуществить то, что угодно Отцу. Поэтому я хочу сказать нашим зрителям, что вы оступаетесь не тогда, когда не чувствуется любви, а когда не проявляется любовь. Да, Бог хочет, чтобы мы расширяли свои возможности, а не просто пребывали в зоне комфорта. Это прекрасно, что мы любим своих близких, свою семью, но Бог призывает нас к большему, к новому уровню любви. И когда мы расширяем свои границы, за этим всегда следует благословение. Он напоминает нам о ком-то, кого сами по себе мы не способны любить. Протянуть им руку. Протянуть руку помощи тем, кто нуждается, потому что Божья любовь побуждает нас любить тех, кого любить трудно, и мы снова получаем Божью любовь. Мы возрастаем в Духе Божьем. Когда мы отдаем, мы получаем. Это и теплое рукопожатие, и улыбка, и добрые слова, и проявление заботы. Даже когда по плоти вы не хотите в этом участвовать и тратить свои силы, даже когда этот человек вас раздражает. Важно понимать, что Бог специально устраивает некоторые обстоятельства в жизни его детей, чтобы расширить их сердце. Если в вашей жизни есть люди, которых вы не выбрали бы для общения сами, они вам не совсем по душе. Бог намеренно поместил их в вашу жизнь, чтобы вы научились любить их сверхъестественным образом. Он не желает, чтобы мы любили лишь для того, чтобы получать любовь от кого-то и наслаждаться дружбой. Бог желает, чтобы мы любили тех, кого нам любить трудно. Поэтому, дорогие, давайте будем расширять свои сердца и побеждать зло добром и практиковать любовь. И мы будем все больше становиться подобными Царю Иисусу. Я стою у посольства США в Иерусалиме. Я так благодарен вам, дорогие, за вашу финансовую поддержку служению, узнавая еврейского Иисуса. Я хочу, чтобы вы знали, что ваши жертвы Богу через финансовую поддержку нашего служения производят большие перемены. Только вчера я проповедовал в мессианской синагоге, призывая их быть смелыми свидетелями Христа в израильской земле. Через несколько дней я буду рассказывать об Иисусе аудитории в 500 человек. И все они еще не знают Иисуса как Мессию. К тому же наши программы выходят в эфир в этой стране, и все это благодаря вашей финансовой поддержке. Вы должны знать, что ваша поддержка помогает нам производить перемены. Я прошу вас сегодня продолжать сеять ваши пожертвования Богу в наше служение. Бог вознаградит вас за каждый посеянный вами доллар. Яровин Шнайдер, да благословит вас Бог. Как стать нашим партнером? Отправьте пожертвования, не облагаемые налогом, на адрес, который на экране. Пожертвовать онлайн можно, зайдя по ссылке нашего сайта. Пожертвовать через кредитку можно по телефону, который на экране. Или же отправьте СМС на данный телефонный номер. В знак признательности мы отправим вам аудиопроповедь месяца и свежий вестник. Благодаря вашему дару Израиль и мир спасутся, исцелятся и получат освобождение через телевидение, интернет и массовые богослужения. Многие были верны Господу через свои даяния. Кто желает пожертвовать финансы и имущество служению еврейский Иисус, зайдите на наш сайт. Я на Масличной горе. Завершим передачу благословения. Бог сказал, чтобы мы благословляли им его народ. В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом его, и тогда он запечатлеет свое имя на них и благословит их. Завершим передачу благословения. Завершим передачу благословения. Пусть Бог Отец, Яхве, Бог Израиля, благословит тебя и соблюдет. Пусть осветит тебя сиянием лика своего, явит милосердие. Пусть Отец, Владыка Твой, возрит на тебя светлым взором своим, и пусть снова дарует мир любимому Чаду. Откровение сегодня для лучшего завтра. Найдите сайт «Еврейский Иисус» на своем носителе. Подпишитесь на наши обновления. Следите за нами в Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и подпишитесь на нас в Ютубе. Присоединиться к служению «Еврейский Иисус» очень легко. Будьте с нами. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Наши молитвенники готовы ходатайствовать за вас. Отправьте молитвенную просьбу, посетив наш сайт, или пишите по адресу, который вы видите на экране. Наши служители поднимают в молитве все просьбы Господу и просят, чтобы Бог ответил на каждую из них. Если Бог ответил вам или послужил через наше служение, отправьте нам свое свидетельство. Мы порадуемся вместе с вами. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства. Молитесь также и о нас, чтобы Бог открыл нам дверь для слова, возвещать тайну Мессии. Передача «Еврейский Иисус» служит Израилю и миру. Бог даровал нам способность творить. В следующей программе вы узнаете, как вы можете творить по воле Божией. И UN Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...